Неравный брак, как возможность прожить вторую молодость. Современная свадьба, актуальные тенденции оформления. Выбираем запчасти для ремонта электроинструментов. Что происходит с душой человека после добровольного ухода из жизни. Белоснежная улыбка и современные способы отбеливания зубов от природы и не только. А также сырные треугольники с вишневым соком в нашей рубрике. Спонсор рубрики. Сеть магазинов «Всё сам плюс». Аксессуары и запчасти для бытовой техники. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня мы хотим поговорить о том, о чем давно не получалось поговорить, а точнее о ремонте электроинструмента. Электроинструмент необходим для ремонта квартиры, для ремонта дачи, для ремонта машины и в конце концов для ремонта бытовой техники. Но, так как он подвергается экстремальным нагрузкам, часто он выходит из строя. Когда у вас что-то ломается, аккумуляторы, двигатель, патрон, редуктор, то кажется, что такое нигде не взять, нужно только покупать новое. На самом деле это не так. Сегодня мы вам покажем, как можно заменить редуктор, где можно взять запчасть для аккумулятора, зарядного, в конце концов патрон. Самыми распространенными электроинструментами является шоповерт или дрель. Чаще это совмещенная вещь. И очень многие сейчас пользуются аккумуляторами инструмента. Это удобно, не привязано к розетке, если на даче, ремонтировать машину в труднодоступных местах. Очень удобно. Работает это долго, по мощности это практически не уступает, но есть одно слабое звено. Это аккумулятор. Все мы знаем по телефонам, по своей технике, аккумулятор часто выходит из строя. Можно купить, конечно, новый аккумулятор. Но новый аккумулятор стоит достаточно дорого. Но можно достаточно хорошо сэкономить до 10 раз. Не менять целиком аккумулятор, а поменять отдельные элементы. Достаточно дорогие аккумуляторы содержат литий-ионные элементы, которые там стоят. Например, в 10 раз дешевле аккумулятор стоит 2-2,5-3 тысячи, элемент стоит 300 рублей. Никель-кадмиевый аккумулятор, в более дешевых аккумуляторах, но стоят они тоже более. Примерно разница где-то в 10 раз. Чаще всего сгорает, Выходит из строя только один блок в аккумуляторе. Как измерить его? Как понять, что это он? Можно взять достаточно простой прибор и замерить ток и напряжение. Вот вы открыли аккумулятор, у вас там 5, 10, 12 элементов. Вы их померили ток напряжения, тот, у которого будет самый меньший ток, самый меньший напряжение, или он вообще не будет выдавать ток, этот есть неисправный. На его место нужно вставить какой-то из этих блоков, который у вас там используется. И практически полный ресурс аккумулятора вы можете заново получить. Переносной электроинструмент – это, скажем так, вещь, которая используется в достаточно экстремальных условиях. Где-то стукнули, где-то ударили, очень часто разбиваются концевики ручей, концевики аккумуляторов. Люди начинают сматывать где-то изоленты, попадает в пыль, это все очень хорошо работает. Этого делать совершенно нет никакой необходимости. Есть вот такие прекрасные корпуса. Берете корпус, переставляете внутренностью, у вас опять все полностью исправно и качественно и безопасно. Цена корпуса, как вы видите, совершенно копеечная. Для того, чтобы получить качественный, исправный инструмент. Также очень часто встречающаяся неисправность является неисправность редуктора. Что такое редуктор? Вот так вот выглядит редуктор для электроинструмента. Это регулятор усилия, грубо говоря, какого вы закручиваете. Если в максимум, то это можно сверлить, так можно закручивать аккуратно. Вот он выглядит. То есть он насаживается на двигатель, вставится, и у вас опять все готово, рабочее. Цена его в 3-4 раза дешевле, чем новая. Но и также расскажем про двигатель. Двигатель – это сердце любого инструмента, который заставляет этот инструмент быть инструментом. Вот характерный пример двигателя для аккумуляторной дрели, для аккумуляторного шуруповерта. Вот столько он стоит, вот так он выглядит. Вот этот конец вставляется. Только то, что вы видели, редуктор, и получается законченная вещь. Мы рассказали про редуктор, про двигатель. Но чем это все управляется? Это управляется кнопкой. То есть кнопка содержит в себе элементы регулировки, элементы реверса. Она включает двигатель, регулирует его обороты. Но так как это сложный, недостаточный элемент, он быстро выходит из строя, ну или часто выходит из строя. Количество кнопок очень большое, их разнообразие огромное. У нас есть не просто кнопки, есть отдельные язычки, есть пружины, есть какая-то составляющая часть, есть элементы реверса отдельно. То есть их большое разнообразие. Вот характерный пример часто встречающейся кнопочки. Это кнопка с регулятором оборотов, это кнопка с реверсом и с фиксатором. Стоит она вот столько. Разнообразие всех этих элементов очень большое. То есть если у вас что-то сломалось, вы определили, что это сломалось, но это достаточно легко. Вы просто возьмите именно вот этот предмет и придите к нам. Мы постараемся вам подобрать. И если все-таки не сможем подобрать, то постараемся привезти под заказ. Мы вам рассказывали, как проверить аккумуляторы, как можно отремонтировать аккумуляторы. Вот вам пример инструмента, которым с достаточной точностью можно определить неисправный или исправный аккумулятор. Померили напряжение, померили ток. Такой замечательный прибор, вот за такую всего лишь цену дома всегда пригодится. Проверить исправность лампочки, проверить наличие напряжения, проверить батарейку. В конце концов проверить там целостность предохранителя. На самом деле мультиметров существует огромное количество. Они стоят очень дорого, имеют какие-то дополнительные функции, сверхвысокую точность. Но на самом деле для дома вот такого более чем достаточно, чтобы можно было что-то ремонтировать, чтобы точно убеждаться, что-то целое, что-то неисправное. Уважаемые телезрители, сегодня вы сами убедились, что электроинструмент ремонтировать не так и сложно. Можно просто умеет держать в руках отверточку, заменить редуктор, отремонтировать аккумулятор, можно заменить кнопку. Даже такая мелочь, как кнопка, состоит из нескольких составляющих. Можно купить отдельно язычок, если его повредили. Можно купить отдельно пружину. В следующей нашей передаче мы найдем для вас актуальную и интересную тему. Будьте здоровы, всего хорошего. До свидания. Психологи считают, что основной мотив добровольного ухода из жизни связан с безвыходной ситуацией и невозможностью с ней бороться. Между тем, в чем бы ни была земная проблема, человек, уходящий из жизни противоестественным путем, не вправе рассчитывать на покой в ином мире. Об этом говорят и представители религиозных конфессий, астрологи, нумерологи и экстрасенсы. Умирают обычно естественной смертью люди. Они попадают в свой мир умерших. Они там себя неплохо чувствуют. У них начинается другая, скажем так, параллельная нашему миру жизнь. Суицельники, у них есть свой мир. Они уходят, но они зависают. То есть это такой мир между умершими и между живыми. И этот мир нехороший. То есть там они, получается, неуспокоенные. Вот этот мир, в который они попадают, он очень рядом, он совсем рядом. И они, получается, постоянно ходят, они постоянно беспокоят близких, они не дают спокойно близким жить. Они, более того, вот то, что вот совершив такой акт, они за это расплачиваются близкие. То есть если это уходит ребенок, то потом расплачиваются родители. Идет угроза самому роду. То есть сам род может прерваться. Может быть в дальнейшем потом, допустим, родственников захотят родить, детей родить не смогут. Вы понимаете, накажут за это. Накажут, потому что не хотят жить, потому что не хотят выполнять свою программу. Потому что человек рождается с какой-то миссией. Должна быть какая-то отработка в жизни. Тем более, если была предыдущая жизнь, допустим, не очень удачная, они дают следующую жизнь для того, чтобы человек что-то отработал, что-то сделал. А если он уходит, допустим, раньше времени, соответственно, наказывают близких. Вот дети, они очень часто в одиночестве, они очень часто не поняты. Они очень часто сидят в компьютере, мало общаются. И у них какой-то свой вот этот мир, они выдумывают. Они очень часто далеки даже от своих родителей. И вот тоже хотелось бы, чтобы как-то была эта связь, чтобы проговаривалось это. Это не должно умалчиваться. Это должно проговариваться родителям и своему ребенку, что вот такое возможно. Что вот если ты, допустим, если вдруг он почувствует, что, допустим, ребенок там как-то в таком состоянии депрессивном, что надо про это тоже говорить, чтобы не было потом поздно. Вот эта беда, то, что мы не общаемся друг с другом, то, что мы не оберегаем своих близких. Вот именно не… вот это главное, чтобы каждый человек был защищен близкими людьми, скажем так. И причем искренне защищен. Не так, что там для дела или там просто поговорили, а именно обращать надо внимание на все. Тут-то надо вот это понимать, что, чтобы не было такого, надо себя оберечь, оберегать, беречь психику, беречь здоровье. Все это взаимосвязано и беречь своих близких. Своего рода профилактикой может стать внимательное отношение и к близким, и к малознакомым, и даже случайным прохожим. Простое человеческое неравнодушие иной раз способно спасти не только жизнь, но и душу. С растущей популярностью тематических свадеб появилась и свадебная мода, которой подчиняются не только нарядам молодоженов, но и характер свадьбы в целом. От цветов на столах и поздравительной программы до торта и букета невесты. Модная свадьба 2018 отличается особенным подходом к деталям. Природная тематика сейчас очень популярна. То есть названий много, эко-стиль, природный стиль, садовый стиль, также гринлофт можно это назвать. Очень полюбился этот стиль, то есть это ближе к стилю лофт все-таки, я считаю, потому что используются металлические конструкции прямоугольные, также используется много зелени, даже бывают такие композиции, где практически не используются цветы, а используется одна зелень. Но зелень многоплановая, допустим, трех-четырех видов, даже пяти. И она смотрится очень богато, самобытно. Если существует свадебная мода, значит есть и вещи, которые теряют свою актуальность. В направлении декора антитренды следующие. Это не рекомендуется одевать банты на стулья, потому что это антитренд. Потом также, чтобы невеста не использовала яркий цветок в своем букете невесты, например, синий. То есть мы стремимся к всему натуральному, то, что природа создала. Антитрендом считается вот хендмейль называемый. Это вот всякие лепить цветочки, то, что было в тех сезонах, оформлять бутылочки шампанского, ларцы, бокалы. То есть это считается делать ненужным. Главное – простота, но дорогая простота. Вот это главный такой тренд этого сезона 2018. Мы уже насытились всем этим многообразием. И все-таки народ уже выбирает классику. Чтобы эти фотографии были актуальны. И не через год, через два, а через 10, через 20 лет, чтобы наши дети, наши внуки смотрели на эти фотографии. И они не смеялись над ними, а наоборот говорили, о, вау, как все было классно, замечательно. Идеальная с точки зрения декора свадьба – это когда оформление устраивает главных действующих лиц – жениха и невесту. Остальным же приглашенным стоит принять торжество таким, каким его решили сделать молодые. Естественно, при поддержке профессионалов. Студия свадебного декора «Модный праздник» сделает ваше торжество незабываемым. Мы на рынке более 10 лет. Учитываем свадебные тренды, оформляем мероприятия с любым бюджетом. Каждому клиенту – эскиз свадьбы. Мы очень любим то, чем занимаемся. Телефон 270-88-82. Отель «Виктория», первый этаж. На протяжении веков белоснежная улыбка была символом здоровья и благополучия. Ничего не поменялось и в наши дни. Только вот технологии отбеливания стали безопасными и более эффективными. Что сегодня применяют в современных клиниках, как часто нужно проводить эту процедуру, какие существуют ограничения и противопоказания, на эти и другие часто задаваемые вопросы отвечает врач-парадонтолог высшей категории, серебряный призер Всероссийского чемпионата по эстетической стоматологии 2016 года Анастасия Парфенова. Скажите, пожалуйста, делали ли он когда-нибудь раньше отбеливания? Отбеливание ни разу не делала. Но всегда хотела попробовать. Потому что есть разные виды. Интересно, какой вид именно мне подойдет. Скажите, пожалуйста, когда вы последний раз были у стоматолога? Комплекс гигиены я делала последний раз два месяца назад. Скажите, пожалуйста, Яна Юрьевна, с какой частотой вы делаете комплекс гигиены? Стараюсь, конечно, каждые полгода, но бывает и реже. А есть ли у вас при приеме кислой пищи или холодного, горячего повышенная чувствительность зубов? Бывает. Бывает иногда, да? Но это не часто? Не часто. Первый шаг на пути к улыбке своей мечты – это осмотр и процедура профессиональной гигиены. Это необходимо для того, чтобы провести отбеливание более качественно и в индивидуальном порядке узнать о показаниях и противопоказаниях. Существуют общие противопоказания, абсолютные и относительные противопоказания. Относительные противопоказания – это факторы, которые временные, и они решаются определенным образом. И это значит, что через какое-то время можно будет проводить процедуру отбеливания. К ним относятся беременности и грудное вскармливание, к ним относятся возраст пациента. То есть не рекомендуется делать отбеливание до 18, а в некоторых ситуациях до 20 лет. И затем сюда же относится ортодонтическое лечение. И затем относятся воспалительные заболевания люсин. То есть этот вопрос решается. То же самое касается повышенной чувствительности зубов. Этот вопрос решается. И наличие кариозных полостей. То есть проводится лечение. В случае отбеливания чаще всего оно проводится в два этапа. То есть сначала останавливается временный пломбировочный материал, а затем после процедуры отбеливания уже постоянный пломбировочный материал для того, чтобы цвет зубов и цвет пломбировочного материала не отличался. Поскольку манипуляции, связанные с зубами, вряд ли у кого относятся к числу любимых, возникает резонный вопрос, больно ли проводить отбеливание. Чаще всего это процедура безболезненная. Бывает, что развивается у некоторых пациентов чувствительность зубов, но она держится один день. В день отбеливания и на второй день она полностью проходит. Если происходит развитие этих симптомов, то доктор делает определенные назначения для того, чтобы снизить эту реакцию и застабилизировать эту ситуацию в полости рта. И, в общем-то, ничего страшного в этом. Участники Всероссийского чемпионата по отбеливанию, в котором Анастасия Пархенова стала серебряным призером, работали с новой системой под названием КЛОКС, где используется специальный гель на основе перекиси водорода, активация которого происходит при попадании световых лучей, излучаемых фотополимерной лампой. В первый день, когда была конференция, в первый день мы систему-то и увидели, собственно, КЛОКС. То есть нам привезли и показали на ней мастер-класс. А на вторые сутки мы уже должны были ее применить на практике. То есть для всех это было в новинку. Никто из докторов раньше на этой системе не работал. Если касается моего личного опыта, то я делала себе отбеливание, я делала его несколько раз. Это были разные системы. В среднем, я думаю, что сейчас я буду придерживаться графика один раз в год, потому что мне тоже нравятся результаты, мне бы хотелось его поддерживать. Я думаю, что в этот раз я попробую именно систему КЛОКС. Мне интересно, потому что я пробовала до этого лазерное отбеливание и систему ВУ. Результаты были очень хорошие, но вот из любопытства я бы хотела новую систему оттестировать на себе. Хоть отбеливание – это чисто эстетическая процедура, но без предварительной подготовки и консультаций специалистов в клиниках ее не проводят. Конечно, это занимает определенное время, но и эффективный результат того стоит. Страх старости испытывает практически любой человек. И это нормально. Стоит только разобраться, в каком виде он вас преследует. Потому что, как правило, люди боятся не самой старости, а ее последствий. Ну, вот буквально на прошлой неделе приходил клиент, девушка. Ну, девушку я могу ее назвать, потому что ей 40 лет. Ее такой запрос был. Она на самом деле боится старости. И ситуация такая. У нее родители давно уже оставили этот свет. Семью ее нету, детей нету. И почему-то у нее такой страх, что ее должны сдать в дом престарелых. Причем людей, которых преследует именно этот страх, достаточно много. В основном, это одинокие люди. Но, как ни парадоксально, статистика показывает, что чаще всего в домах престарелых оказываются старики, которых отправили туда их собственные дети и людьми. Ну, опять же, дом престарелых разве это плохо? Зато там все они в одном месте. Здорово, интересно. Они там занимаются, кушают, едят. За ними там, не знаю, там, как-то ухаживают. А что такого страшного в этот дом престарелых? Это, не знаю, вечный пионерлагерь. Ирина Арда уверена, что старость – это в большей мере наше внутреннее состояние. Тебе может быть всего 30 лет, но если ты постоянно ощущаешь в себе безысходность и немощность, то в скором времени они на самом деле настигнут тебя. Все зависит только от твоего настроя. У меня на курсах сейчас полно женщин и мужчин, которым за 60. Понимаете, как здорово? Некоторые люди говорят, что там, уже нужно о душе подумать. Так в том-то вся и песня, что человек должен учиться до последнего своего вздоха. Потому что когда человек учится, у него разум крепчает. Понимаете, как интересно? Когда старики учатся вместе с молодыми, они молодеют, потому что им некогда стареть. У них совместный проект, они вместе учатся, вместе дружат. У меня, например, на астрологии, в последнее время постоянно приходят бабушки. Например, мой самый такой взрослый клиент, это 76 лет. Он о чем-то говорит. И эта дама, она, понимаете, вообще не собирается ни умирать, ни стареть. Она приходит красивая, с бусами, с румянами. Еще молодые должны позавидовать, как она вообще выглядит в свои 76 лет. У нас, понимаете, всегда есть выбор. Или мы боимся, понимаете, или мы радуемся. Поэтому человек должен находить себе какое-то вдохновляющее дело, какую-то компанию интересную, чем-то заняться, каким-то хобби, спортом или еще что-нибудь. И эта женщина, которая 76 лет, да как она себя чувствует? Она себя чувствует на 50 лет, но не больше. Она говорит, я только начала вообще жить. Она говорит, слава богу, я пошла на пенсию, и теперь могу спокойно заниматься тем, чем мне нравится заниматься. Но существует еще одна категория людей, которые боятся старости не как немощности, а именно внешних возрастных изменений. И чаще всего это женщины, возраст которых подошел к 50 годам. И это есть. Потому что, в принципе, есть такой определенный кризис после 49 лет. То есть кризисы бывают через 7 лет. То есть у нас есть 7 энергоцентров. Каждый центр развивается по 7 лет. То есть 7 центров. 7 на 7 – 49. И поэтому 49 лет, если у человека крепкий разум, то он не боится старости. А если нет, он начинает деградировать потихоньку. Потому что он ничего не успел. И страх, он телу дает дополнительные морщины и дополнительные болезни. Что такое страх? Наше тело напряжено постоянно. И нервная система напряжена. А все болезни от чего? От нервов. Поэтому человек боится и стареет. При этом Ирина не советует бросаться в крайности и пытаться омолаживать себя посредством одежды и косметики 20-летних девчонок. Этим вы сделаете только хуже себе и вызовете улыбку окружающих. А вот привнесение элегантности в свой образ пойдет только на пользу. Ну и страх старости у мужчин. Это особенная категория, как бывает иногда. Мужчины боятся потерять свою мужскую силу, так как в социуме есть такое понимание, что мужчина должен обладать, сами понимаете, какими качествами. Если мы говорим, опять же, про карту, у нас есть тоже запас сексуальной энергии. Поэтому просто мужчина ее растрачивает очень быстро и все. Тем более, что такое, например, сексуальная энергия, она скапливается и накапливается в нервной системе. И поэтому мужчины, в принципе, занимаясь часто сексом, они теряют эту способность. И поэтому пореже, пореже. В чем мужская сила? Быть верным одной на всю жизнь. Понимаете как? И в ней видеть привлекательность и видеть в ней лучшие стороны и быть благодарным. Когда мужчины меняют женщин очень часто, вы же понимаете, чувства, они временные и они очень быстро притупляются. И смена партнеров это как вредная привычка. Понимаете? Это как вот шопинг, да, к примеру, алкоголизм и все остальное. Менять женщины тоже, в принципе, болезнь чего? Разума. Мужчины просто должны понимать, что запас сексуальной энергии тоже так же дано по судьбе. Поэтому мужчины, когда часто, много и просто теряют эту силу. Психологи уверены, что страх старости чаще возникает у людей, которые проживают свою жизнь впустую ради своего удовольствия. И осознавая однажды, что время потрачено зря и его практически не осталось, появляется страх, который напоминает о важном. Ради чего ты пришел в этот мир. Студия психологических решений Ирины Орда 29 апреля Семинар Метафорические картинки Арт-методики и практики 19 и 24 апреля Психологическая игра Исцеление травм детства Информация и запись на сайте iorda.ru или по телефону 22 33 410 Исцеление травм детства Исцеление травм детства Исцеление травм детства Семинар Однажды сfi projet Исцеление травм детства Исцеление травм 1950 До новых встреч 22 06 Исцеление травме и в Исцеление травм elles Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...